Браконьеры ушли под воду, но и оттуда их достали. Инспекторы природоохраны выловили двоих нарушителей. Их теандры были экипированы оборудованием для дайвинга и оружием для охоты. Правда, разрешения на этот вид промысла у них не было. Но самое главное, видимо, ребята забыли, что не везде в Беларуси можно заходить в воду. К примеру, в Минской области с 1 апреля действует так называемый нерестовый запрет. А это значит, что один из любителей легкой наживы нарыбачил на уголовное дело. Что почем, во время нереста спросил в госинспекции Александр Смирнов. Только без резких движений, аккуратно. Концы в воду отдать не успели. Обоих браконьеров взяли с поличным на палачанских разливах. Этот торфяной карьер достаточно известный в кругу рыболовов. Один из дайверов – житель столицы. Он не просто вырвался из цивилизации наслаждаться красотами подводного мира, а с конкретными целями. Инспекторы природоохраны увидели в этом злой умысел. Что делаем на водоеме? Плавать. По правилам тут вопросов. Ночью плавать можно? Плавать? Да. Плавать можно ночью? Ну, просто плавать можно. Нерест, вы знаете, что начался? Плавать тоже. Воду заходить нельзя. Подстрелил 8 особей окуня и стал фигурантом административного процесса. Ему предстоит возместить более 500 рублей вреда и, конечно же, штраф по административному делу до 50 базовых величин. Его коллега по цеху, как говорят инспекторы, успел настрелять на уголовное дело. Уловом браконьера стали и окуни, и платва, и едва ли не самые дорогие с точки зрения штрафов линии. Общий вес рыбы дотянул почти до 12 килограммов. В итоге причиненный подводникам вред оценен в 2500 рублей. Ведь во время нереста ущерб считается в трехкратном размере. Оба они не имели удостоверения подводных охотников, не состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, что является обязательным условием для того, чтобы заниматься подводной охотой. Ну и хуже всего, что они таким интенсивным способом вылавливали рыбу во время нереста, когда рыболовство существенно ограничено. То есть во время нереста можно рыбачить только одной удочкой, либо одним спиннингом. В светлое время суток, без захода в воду, без использования лодок. Что делали на водоеме? Это ваше. Рыба ваше. Ружье ваше. Фонарик ваше. Примечательно, что оба задержанных оказались приезжими. Первый – житель Дзержинска, второй – меньчанин. Их визит был явно не случайным. Дайверы были полностью экипированы. Подводное оборудование, оружие и фонари для ночной охоты. Стоит отметить, что с 1 апреля в Минской, Могилевской и Гродненской областях введен так называемый нерестовый запрет. Наверняка задержанные дайверы об этом знали. Но все-таки пошли на неоправданный риск. Теперь им придется не только погасить причиненный природе ущерб, но и выплатить крупные штрафы. Кроме того, браконьерам грозит и конфискация оружия для подводной охоты. А это тоже немалые деньги. Александр Смирнов, Юлия Крутова, Виктор Шпак, Зона Икс.